Ярославские парламентарии хотят помочь жертвам наводнения Сербии. Небывалое стихийное бедствие знакомо россиянам трагедия с затопленным Крымском в 12-м прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке. Сейчас жители Сербской Республики в бедственном положении. Наш корреспондент Елена Третьякова о том, где и как можно протянуть пострадавшим руку помощи. Небывалое стихийное бедствие сербы называют вторым библейским потопом. Наводнение здесь уже унесло жизни 27 человек. И это число продолжает расти. Эвакуировано больше 30 тысяч. Крупный строитель Радамир Николаевич, работающий сейчас в Ярославле, родом из столицы Сербии. В Белграде у него остались сестра, другие родственники и друзья. Сейчас он каждый час отслеживает развитие событий на родине. Постоянно связывается с близкими по телефону. Размеры этой катастрофы огромные. Страдал город недалеко от Белграда. Там термоэлектростанция. Слава богу, электростанцию спасли. И эта борьба была. Это страшно, это трагедия. Прогнозы синоптиков не обнадеживающие. Новый пик дождей ожидается уже нынешним вечером. Однако не только эта беда накрыла страну. Сейчас в Сербии небывалая жара. Сотни тонн трупов утонувших животных быстро гниют. Назревает новая проблема. Угроза массовой эпидемии. Поэтому местные жители остро нуждаются в медикаментах. Кроме этого, есть недостаток в одежде и многом другом. Протянуть руку гуманитажной помощи предлагают областные парламентарии. Здесь и сейчас необходима та помощь, которая, пускай она небольшая будет от каждого человека или от организации. Тем более, что мы в Ярославской области всегда дружили и дружим. У нас Тутаевский район является побратимом одного из городов Сербии. Ярославская область обратилась к Совету Федерации с инициативой создания специальной системы поддержки жителей Сербии. Совет Федерации откликнулся. Поддержали мою идею. И вот в ближайшие дни выйдет обращение Совета Федерации ко всем регионам России. И будем оказывать помощь. В ближайшие дни мы обубликуем уже сайт. Обубликуем номер счета, на который можно перечислять деньги в любом варианте, в любом объеме. Будем переводить все это на русское подворье, а там уже будем распределять по тем нуждам, которые будут первоочередными. Пока речь идет только о денежной помощи. Однако, если из Сербии поступит запрос о конкретных вещах, технике или оборудовании, Ярославская область будет готова помочь. Елена Третьякова, Максим Сушанов.